Всем здрасте! Сегодня я хочу вам показать некоторые покупчики, которые я совсем недавно сделала для своего дома. Все вы, наверное, знаете, кто меня давно смотрит и кто смотрит мой канал влогов, что мы должны переезжать. Но в Израиле так классно строят дома, что наш переезд уже в целом где-то задерживается на полгода. Строительство домов задерживается на полгода и на данный момент нам сообщили, что мы переедем не раньше октября. В общем, я психанула, пошла и купила разные мелочи для дома, для того, чтобы себя как-то морально успокоить. И сегодня я хочу вам показать, что же я купила. Купила вот моя первая, и это я вам, по-моему, показывала в инстаграм. Купила вот такой вот сет-набор для душа, для ванны, для зубных щеток и зубной пасты и для мыла. Я в ванной люблю около раковины, чтобы у меня было кусковое мыло, поэтому делала тарелочку, хотя там было для обыкновенного мыла, и там была такая милая ванночка. И для обыкновенного мыла, и для мыла, чтобы нажималось, то есть не для жидкого. Такая вообще суперская ванночка. Это очень такое в стиле фарфора, китайского фарфора, да. Я сначала подумала, что это немножко марокканский стиль, но это не марокканский стиль, это больше такой китайский фарфор, как мне кажется. Там у меня есть такие красивые кружечки, там есть такие же кружечки с такими же лапками. Просто маленькая такая, более маленькая кружка, а для чая такая милая. Я в нее хожу, и хожу, и хожу, и хожу. Но кружки мне уже точно ставить некто, поэтому не купила. Но в общем, новый набор купил, потому что свой старый очень давно хотела поменять. В Golf & Co. если вы покупаете две вещи, на вторую вещь вы получаете 50% скидку. Так что, по сути, две такие штучки. Вам получится одна за полную, вторая за полцены. И также в Golf'е мы еще купили несколько мелочей. Но что я вам хочу показать, это вот такие вот ложки для салата. У меня были как-то другие ложки, и мы как-то делали на какой-то праздник, мы делали салат, ну у нас был общий праздник, мы делали салат для много-много людей, и у нас сломали там одну ложку, и в этот раз я уже не покупала такие же ложки, хотя они тоже есть, продолжу, купила вот такие вот чапки для салата. Мне кажется, они очень прикольные, они здесь так прикольненько висят на веревочках, ой. В общем, не знаю, они мне очень показались прикольными, тяпать так салат. В общем, купила такие тяпки. Следующее, что я купила, вот такие вот кружки, вы их, наверное, видели, кто у кого с Инстаграмом, много в Инстаграме, вообще на разных блогах, в разных журналах. Они сейчас очень популярны, это Mason's Jars. В Израиле они продаются, я знаю, тоже в Golf'е, и также они продаются в магазине Max Stock, как бы он называется. Я купила просто в маленьком магазинчике в городе Зихрон-Яаков, когда мы, с моего последнего влога, кстати, когда мы с Олей были там. В общем, купила две себе такие, на лето, для смузи, да, в общем, короче, для всякой ерунды, потому что, по сути, в этой банке можно хранить все. Трубочку эту вытащил и храни в сне, и что ты хочешь. Вот у меня самые, как видите, обыкновенные, нету никакого рисунка, гравировки и тому подобное, но крышечка более оригинальная, нежели у обычных, по-моему, обычных, она просто обыкновенная такая крышка. Следующая, переходим в магазин Fox Home. Я не знаю, если до сих пор там есть эта скидка, когда я все покупала, была скидка 40% на вес на весь магазин. Итак, что я купила? Я купила такие мелочи, которые давно хотела поменять. Первое, что я купила, вот такие два милых листика. Эти листики, в принципе, для заварки. Я очень люблю пить просто обыкновенный рассыпной чай, и мне очень важно, чтобы у меня были разные такие листики для заварки. Листики для заварки? Разные такие штучки для заварки. Они очень быстро портятся. Хотя нет, если, наверное, покупаешь качественно, они так быстро портятся не будут. Но те, которые у меня были, они очень быстро испортились, я их покидывала. И увидела эти листики, и они сейчас по скидке очень прикольно, недорого стоят, и мне они очень понравились, и я решила купить. В общем, два, потому что, когда приходят гости, у нас есть такой красивый прозрачный чайник делать, чай общий. А вот для дома, для каждого дня, на вечер, когда хочется попить чаек, это в самый раз. И пока, кстати, они классные девушки, может быть, у них качество будет неплохое. Также я купила вот такую вот штуку для оливкового масла, такая, знаете, разливалка. Для разливалка для оливкового масла. У меня сейчас тоже есть такая разливалка, но она маленькая, и она прозрачная, просто сделана из обыкновенного стекла. Знаете, как есть обычно во всех ресторанчиках, стоит соль, перец, и такое оливковое масло, в такой прозрачном. Вот у меня дома такая. Я увидела эту, она мне очень понравилась, она, по-моему, такая более, не знаю, ну, более красившая, что ли. Я решила поменять. Единственное, что там, где у меня сейчас стоит оливковое масло, она не влезает. Вообще, в Израиле очень принято есть оливковое масло, в салаты, везде, везде, везде. И поэтому я не люблю просто, чтобы у меня было дома в бутылке какая-то посудина, потому что оно тут расходуется очень активно. Последнее, что я купила в Fox Home, было вот такое вот ведерко. Такое красное, лаковое ведерко, но оно не лаковое, оно покрашено как лаком. Если вы видите, что он запачкан, это потому что оно стоит около раковины. Сюда, по сути, мы ставим все ложки поварёшки, такие большие, да, для жарки, поварёшка, вот эта вот взбивалка. Ну, в общем, все такие большие ложки поварёшки, потому что места у нас, куда их в шкафте класть негде. И у меня была другая, знаете, такая серебряная с дырочками с ИК, она мне просто надоела, она уже здесь сидела. Это специально есть для ложек поварёшек, там еще есть такая же для кофе, для сахара, для чая и тому подобное. Хотя, не знаю, мне она так очень понравилась, по-моему, она такая стильная. Стильная баночка, короче. Если из Когда поедем в новый дом, мне не понадобится она для ложек поварёшек, она еще будет в нормальном состоянии, я ее для чего-нибудь другого приспособлю, потому что, ну, очень классная. Даже цветочек можно, по-моему, сюда посадить прилично. Последние покупки на сегодня, что я вам покажу, это уже покупки моего мужа. Есть тут что-то, что я просила, есть тут что-то, что он сам купил. Две вещи, которые он купил сам. Он превращал в воду, в бутылку для молока. Да, у нас молоко, в Израиле молоко есть и в пакетиках. Знаете, в пакетиках, когда ставишь такую пластмассовую штуку, нарезаешь конечик и выливаешь. Или в обыкновенных картоновых пакетах. У нас дома было в таком целлофановом пакете, и у нас обычно такая специальная штука, куда это молоко ставится. Нессеру почему-то захотелось поменять это, что-то другое придумать, обновить, чтобы было более, не знаю, что-то другое. И он вот притащил такую бутылку, как и раньше. Знаете, бутылки были с молоком, только тут она с рисунком. В общем, очень прикольно. Сюда ровно литр молока заливается и выглядит в холодильнике очень стильно. Если вы смотрели одно из последних видео, то вы знаете, что Нессер был в Варшаве. Он даже для вас пытался снять такой влог без разговоров. Не очень его это хорошо получилось, но в любом случае он старался. Так что, кто из вас смотрел и поставил лайк, большое вам спасибо, что оценили. А, конечно же, Нессер, быв в Варшаве, не мог пройти мимо Старбаксом. И Старбакс очередной стакан. У нас этих стаканов, я вам говорю, у нас дома фетиш на кружке стаканы. Мы просто где, куда мы не ездим, мы приводим или кружку, или стакан, или что-то подобное. В общем, мы были в Праге и купили мне в прошлом году, похоже, только выше такой. В этом году он себе уже купил вот такой вот стакан. Кстати, они очень-очень удобные, с ними классно куда-то ездить, даже для простой воды. Они очень удобные стаканы, я тем своим пользовалась все прошлое лето. На зиму его как-то забросила, но все прошлое лето и даже осень с удовольствием пользовалась. Теперь и у Нессера появился такой, потому что он все время жаловался, у тебя есть, а у меня нету. И последнее, что Нессер привелся, я его это очень попросила мне привезти с Варшавы, потому что я знаю, что это продается только в России и в Варшаве, в Европе. Больше я нигде вроде не видела, и это я проверяла на сайте. Это свечи Bath & Body Works. Я давно-давно хотела эти свечи, вы знаете, что на англоязычном ютюбе, ну, по-моему, на русском ютюбе они очень популярны. Очень давно их хотела попробовать, но их заказывать и тому подобное, это вообще целая сложная процедура, потому что они тяжелые. Он мне привез три свечки, все из одной серии, которая называется White Barn Market. Вон одна у меня уже горит, я очень жду, когда она закончится, потому что я хочу ее, стеклянную штуку, для чего-то использовать. Все они большие, с тремя, я не помню, как это по-русски называются, фитилями, тремя фитилями, так это называется, фитили. Или я сейчас слово придумываю. В общем, ну, тройная свечка, самая большая. Вот эта мне больше всего нравится по запаху, это Peach Bellini. Ой, вкусно пахнет. Очень свежая, сейчас, которая у меня горит, она клубничная. И также он привез арбузный лимонад. В общем, он сам выбирал все запахи, я его, главное, попросила привезти мне в стеклянный прозрачный банк, потому что я хочу их все использовать. Там была скидка 2 плюс 1, поэтому он привез мне 3, хотя я просила всего одну, но мне привез 3. Попал бы у меня, очень я, конечно, очень-очень довольна, давно-давно хотела. Но запах у них, меня девчонки спрашивали, если он действительно хороший и сильный запах, у них очень ядерный запах, я бы сказала. Он даже не просто сильный, он очень сильный. Натер как-то возвращался с работы, заходит домой, говорит, твои свечи чувствуются даже на улице с открытым окном. У них очень-очень-очень-очень сильный запах, так что да. В общем-то, это было все, что мы купили для дома. Все, чтобы успокоило немножко наши нервы, немножко обновить наш дом, и чтобы дало нам сил продолжать ждать нашего переезда, который, как я вам уже сказала, будет, видимо, в октябре. Насколько я поняла, октябрь это самый поздний срок, что нам дали на этот раз. Поэтому будем надеяться, что это будет даже чуть-чуть-чуть раньше октября, и уже перед зимой мы переедем, потому что во время зимы и дождей не очень хочется переезжать. Ну что, надеюсь, вам было интересно. На сегодня все, увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok